Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я бы хотела сделать топ лучших мужских персонажей из адского босса Ятеля Хасбин. В голосовании участвовало огромное количество человек из нашей группы ВКонтакте, а прошлый топ лучших женских персонажей провел Дрим. Вы сможете найти этот видеоролик, перейдя по ссылке в описании. А также не забудьте подписаться на канал, мне будет очень приятно, если вы смените этот красный значок на серый. Ну а сейчас вы находитесь на канале IG Animation, меня зовут Несс и мы начинаем. Десятое место. И это Том Тренч, ведущий новостей вместе с Кэти Килл Джой на канале 666 в Аду. Огромное количество теорий блуждало в интернете еще очень-очень давно. Многие говорили, что Том Тренч умер во время Первой мировой войны после газовой атаки. И именно поэтому носит у себя на лице несъемный противогаз. Ведь однажды Вивьен заявила, что его противогаз это и есть его лицо. По первому концепту он должен был погибнуть в Чернобыльской катастрофе. Но дата его смерти была изменена по неизвестной причине на 1918 год. Поэтому до сих пор в сети ходит предположение, что он погиб во время Первой мировой войны. Кэти Килл Джой вообще любит поиздеваться над Томом. Часто оскорбляет его и не выносит его грязных шуток в стороны сексапильности женщин. В общем, похабник Том Тренч занимает десятое место в нашем топе. А мы движемся дальше. Девятое место. И это Сэр Пентиус. Змееподобный демон и искусный изобретатель разных машин и устройств. Главный соперник черри-бомбу в аду. Ведь как раз таки их противостояние хорошо запомнилось фанатам после пилота отеля Хасбин. Вместе со своими яичными приспешниками Сэр Пентиус пытается захватить весь ад. Но ему всегда кто-то мешает. И обычно его планы оборачиваются провалом. На одном из своих стримов Вивьен сообщила, что еще один, пока что скрытый персонаж, помог Сэру Пентиусу создать яичных приспешников. Но кто он и как они их создавали пока что не раскрывается. Тем не менее, Сэр Пентиус достаточно умный, изобретательный и забавный змей. Правда вообще не понимающий извращенных шуток. Так как после того, как Энджел даст, он говорит ему, жестче папочка. Пентиус отвечает ему, сынок, хоть Вивьен и сказала, что это всего лишь шутка. И ничего серьезного эта фраза не несет, все же можно предположить, что подобные вещи ему чужды. Кроме, конечно, мании захватывать все и вся. Поэтому местный злобный Горю со своими миньонами отправляется на девятую строчку нашего топа. А мы движемся дальше. На восьмом месте у нас расположился Валентина, владелец порно-студии, а также босс и сутенер Энджела Даста. В пилоте мы могли увидеть его всего лишь один раз, в распоряжении Вельвет и Вокса, которые укрылись в порно-студии, чтобы переждать истребление в аду. Но по-настоящему Валентина себя показал в официальном комиксе про Энджела Даста, а также в клипе Эдикт. С Энджелом Дастом он ведет себя грубо и агрессивно, считает его своей собственностью, которая должна зарабатывать деньги и удовлетворять его извращенные желания. И это только начало. В клипе показано, как Вал насилует Энджела Даста против его воли и манипулирует им как хочет, заставляя при помощи своей силы танцевать для них стриптиз. К сожалению, больше ничего неизвестно про Вала. Думаю, в первом сезоне Отеля Хасбин он еще покажет себя и заставит нас еще больше его ненавидеть. Ну а мы движемся дальше. Седьмое место и это Люцифер, правитель ада и отец Чарли. Люцифер управляет главным кругом ада, а точнее кругом гордости и в его распоряжении находятся основные города из обоих мультсериалов, такие как АМП Сити и Пентаграмм Сити. Люцифер один из немногих в сериале, чей образ пришел к нам из древней мифологии и религии, наравне с его женой Лилит и Столосом, демоном из магической Гоэтии. Вся эта яблочная символика и змеи в его образе отсылает нас к первородному греху, где сотворенная из ребра Адама, Ева в результате диалога со змеем вкусила запредный плод от дерева познания добра и зла, что и привело к первородному греху, или первому греху, совершенному в Эдеме. Пока что мы не смогли познакомиться с Люцифером из отеля Хасбин, так как единственное место, где можно было его увидеть, это семейный портрет в отеле. Ну и его статуя стоит в самом городе в приквел-комиксе про Аластера. Хочется увидеть способности Люцифера и как он будет взаимодействовать с нашими основными героями мультсериала. Ведь когда-то Вивен сказала, что его характер будет похож на Вилли Вонку, героя сказочной повести Роальда Даля. Чарли и шоколадная фабрика. Будет очень интересно посмотреть. На шестом месте у нас расположился Хаск. Крылатый котик, алкаш, которого призвал Аластер для того, чтобы он заправлял баром в отеле Хасбин. Неудивительно, что он так сильно понравился народу, ведь появление Хаска в пилоте было офигенным. И уже тогда он показал свою грубую и бестактную натуру. К сожалению, мало что известно про этого котика. Но можно сказать точно, что Хаск очень любит выпить и готов работать барменом даже за дешевое пойло, которое ему предлагает Аластер в пилоте отеля. Ну и в сцене, когда Аластер призывает Хаска, он появляется с картами в руках. Так что этот кот не прочь поиграть в азартные игры, что является подтверждением его греха алчности. И скорее всего, в ад этот старый алкаш попал именно из-за этого. Но это всего лишь теории. Будем ждать новых серий, где нам раскроют Хаска чуточку больше. Осталось лишь дождаться первого сезона отеля Хасбин. Пятерку лучших открывает Мокси, самый милый и добрый демон из мультсериала «Адский босс». Он работает на организацию IMP, или профессионалы немедленного убийства, в качестве эксперта по оружию. Вся команда под руководством Блица осуществляет свои услуги в мире живых. Мокси на дух не переносит Блица. Они часто ругаются из-за разных взглядов на ту или иную ситуацию. Или потому что Блиц постоянно лезет в их личную жизнь в Смиле, которая является его женой и коллегой по работе. Он очень романтичный демон. Свою любовь к супруге Мокси обычно воспевает в песнях, ведь кто как не он восхищается садистскими наклонностями и жестокостью своей жены. Мокси за последние серии раскрыли очень сильно. Показали нам, что он может быть добрым и милосердным бесенком. Но если речь заходит от спасения своих близких, то он не раздумывая действует, хладнокровно убивая своих жертв. Поэтому я не удивлена, что он открывает пятерку самых любимых мужских персонажей в обоих мультсериалах. Ведь как можно не влюбиться в эту добрую мордашку? А мы движемся дальше. На четвертом месте у нас расположился Блиц, начальник компании АМП. Неудивительно, что всем так запомнился этот веселый бес. Блиц известен как самый опытный убийца в аду, ведь за его плечами уже огромное количество убитых людей, судя по его рекламе организации в пилоте. Все же Блиц очень любит дурачиться, ему нравится дразнить, морочить голову всем и каждому. Он может быть очень жестоким, а также язвительным и саркастичным. Всегда рад задеть кого-то и спровоцировать скандал. Ему нравится думать, что он замечательный начальник и что его любят сотрудники. Уж кому как не мог все знать эту прекрасную сторону своего начальника. Он хочет быть в центре внимания и всегда перетягивает на себя одеяло. Как это и было на пляжном эпизоде, где Блиц не давал Луне личной жизни и хотел контролировать каждый ее шаг. Но все же это офигенный персонаж. Без него бы не было столько веселых моментов в шоу. Как-никак маску клоуну тяжело снять и выйти из образа комичного персонажа тоже. Ведь именно за это мы и полюбили этого странного, но обаятельного начальника компании IMP. А мы движемся дальше, ведь впереди нас ждет тройка победителей. На третьем месте у нас расположился Энджел Даст. Про Энджела Даста можно рассказывать очень много и долго. Паучок до встречи с Чарли и Вегги работал на Валентина в его порно-студии. Нередко были моменты, когда он отправлялся на сделку с мафией вместо своего босса, а в основное время был игрушкой в руках Валентина. Ведь он заставлял против его воли танцевать для зрителей стриптиз и всячески унижал и насиловал. До того, пока Чарли не пригласила его в свой отель для реабилитации его души. Пока что нам известно только то, что Энджел пользуется гостеприимством Чарли, ведь самое главное для него это вырваться из лап Валентина. И чтобы он больше не обращался с ним как секс-рабыней и не контролировал каждый его шаг. Думаю, еще после пилота люди полюбили паучка за его гейские шуточки и манеру общения с жильцами отеля. Ведь именно его фразы сразу же расхватали на мемчике, что и подняло интерес к данной паучьей персоне. Но самое неожиданное раскрытие персонажа произошло именно в клипе Эдикт. Откуда мы и узнали, что из-за выхода к Валентина Энджел плачет по ночам и в душе он робкий и ранимый. Ну и не будем о грустном, ведь Энджел Даст занимает третью срочку нашего топа. Поехали дальше. Второе место занимает Столос. Дрим уже не раз рассказывал вам про этого демона из магической Гоэтии. Столос великий князь Ада. Имеет образ совы, но когда его призывает заклинатель, принимает людскую форму и обучает искусству, астрономии и астрологии. Не зря ведь все его убранство замка украшено созвездиями и знаками зодиака. В пилоте и в первой серии нам пару раз показывали этого демона. И сложилось впечатление, что Столос просто дико извращенная сова. Которая настолько хочет блиться, что постоянно ему названивает и говорит ему всякие грубые порштости в перемешку с матом. Но время шло и вышел второй эпизод, который показал Столоса совершенно с другой стороны. Хоть он так и не избавился от извращенных желаний соития с Блицем, все-таки его дочка помогла нам посмотреть на него совершенно по другим углам. Во второй серии нам дали понять, что он отличный семьянин, который очень сильно любит свою дочку. И понимает, что в его жизни все пошло наперекосяк. И что нужно все исправлять. Ведь семья и его любимая дочка это самое главное в его жизни. Вот так демоны преображаются на глазах. И ты понимаешь, что у Столоса существуют огромные проблемы в семье. А он намного человечнее, чем все демоны, которые присутствовали до этого мультсериала. Именно поэтому всем так понравился Столос. И он занимает почетное второе место в нашем топе. Ну и наконец, первое место занимает, кто бы мог подумать, Алластер. Я думаю, ни для кого не секрет, почему после пилота от Аля Хасбин этому демону пришла такая популярность. Харизматичный француз Крэл с английским акцентом ради ведущих 20-х и 30-х годов прошлого века. Уже навсегда застрял в памяти фанатов творчества Вивьен. Если кто не понимает, почему француз Крэл, то Дрим подробно вам об этом рассказывал вот в этом новогоднем ролике. Где ребята переводили информацию с последних стримов Вивьен. Ссылочка в описании. Рекомендую ознакомиться. Многие сравнивают Алластера с дровосеками из Нового Орлеана. Однако после приквел комикса, озвучку которого вы можете посмотреть на нашем канале. Алластер раскрылся с весьма интересной стороны. Он не стал трогать овечку, но при этом убил кабана. Который заманивал к себе жертв и расчленял прям за прилавком. Мы еще тогда построили теорию, что образ Алластера частично списан с серийного маньяка Декстера Моргана из одноименного сериала. Ведь Декстер руководствовался кодексом Гарри, с помощью которого он решает кому жить, а кому нет. Возможно у Алластера тоже есть такой кодекс. Еще при жизни он убивал только плохишей, убийц, насильников и воров. Но пока что это всего лишь теория. Хотя Вивьен не раз писала о том, что она много раз пересматривала Декстера. А как мы знаем, Вивзи Поп очень любит добавлять разный поп-культурный став. И сериалов, фильмов, мультов и мюзиклов, которые она смотрела давным-давно. Так что возможно все. Осталось лишь дождаться первого сезона и тогда мы точно узнаем чуточку больше о Балластере. Потому что вопросов до сих пор очень много. А ответов, к сожалению, нет. Вот и на этом все, ребят. Напишите в комментариях ваших любимых мужских персонажей из Отеля Хасбина и Адского Босса. Будет интересно почитать. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые озвучки и разборы. А я с вами не прощаюсь, ребят. Скоро увидимся.